Национальная премия «Автомобиль года в России» продолжает путешествие по стране. Мы прокладываем маршруты для тех, кто любит самостоятельно планировать свой отпуск на автомобиле. Курортный сезон – это когда становится тепло и приезжает много людей. У всех достопримечательностей собираются топы, в ресторанах приходится дольше ждать еду, а в хороших гостиницах нет места. Но мы путешествуем на автомобиле, и для нас сезон не ограничивается тремя летними месяцами. Сейчас мы отправляемся в горный Дагестан, где нас могут ждать по-зимнему сложные дорожные условия. Едем смело, потому что в своем автомобиле мы уверены. Это хорошо известный в нашей стране Kia Sportage. По российским дорогам ездят более 300 тысяч кроссоверов этой модели разных поколений. У нас самый новый – пятый Sportage. Почему мы едем на нем? У корейской модели высокий дорожный просвет, просторный салон и большой багажник, а мы в путешествии везем довольно много вещей. Наши зрители хорошо знакомы с многочисленными преимуществами Sportage. Напомним о самом главном и дорогом в автомобиле – о силовом агрегате. Под капотом Kia Sportage – 190-сильный атмосферный двигатель. И работает он в паре с классической автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. В настоящее время силовые агрегаты такого типа стали редкостью на российском рынке. А ведь именно классическая конструкция наиболее надежна. Такие машины без проблем проезжают по 300 тысяч километров и более. В нормальных российских условиях эксплуатации такому силовому агрегату достаточно лишь регулярного техобслуживания. А еще Kia Sportage позволяет ездить динамично. Полноприводный кроссовер вселяет уверенность. Он стабилен напрямую и устойчив в поворотах. У него жесткий кузов и точно настроенное рулевое управление. Это машина, в которой хочется сесть за руль. Наша цель – Гунибский район. Время в пути от Махачкалы составляет около трех часов. И уже на подъезде становится понятно – мы приехали не зря. Эти пейзажи разительно отличаются от прибрежных районов. Настоящий Дагестан. Кстати, название республики можно перевести на русский как «страна гор». И здесь, в горах, есть село Чох. Его письменная история ведется с 1300 года, но доподлинно известно, что люди здесь поселились намного раньше. Археологи говорят, что Чохское поселение – одно из древнейших на территории Северного Кавказа. Село расположено очень живописно, на высоте около 1700 метров над уровнем моря. Крутой склон горы покрыт прижатыми друг к другу домами. Эти узкие переулки среди старинных каменных домов напоминают Сицилию или другие города Южного Средиземноморья. Впрочем, может быть, как раз наоборот, может быть, это Сицилия напоминает Дагестан. Автомобили здесь передвигаются только по самым широким улицам, а по остальным можно проехать разве что на лошади или пройти пешком. Если путешествуете с семьей, учтите, за детьми здесь глаз да глаз. Буквально в метре от тропинки может быть обрыв. Да и сами тоже смотрите под ноги. Ну а на вечер готовьте фонарики. Даже небольшая пешая прогулка среди старинных домов и живописных развалин погружает в особую чохскую атмосферу. Это очень увлекательно и колоритно. Местные жители зачастую не запирают двери своих домов. А если и запирают, вот только что была сценка. Женщина вышла, заперла дверь, положила ключи тут же рядом на камушек, поздоровалась с нами и пошла по своим делам. Радушие жителей Аварского села с непривычки удивляет. Будьте готовы к тому, что с вами будут часто здороваться и приглашать в гости. Заходи, заходи. Конечно, вы вправе отказаться от приглашения, но гораздо интереснее зайти и своими глазами увидеть жизнь селян. И тут уж без чашки чая вы точно не уйдете. Что это за трава? Вот это чебрец. Чебрец. А где это? Вы сами собираетесь? Да, вот на полях бывает она. О, ароматный как вкусно пахнет. Да, да. Гостеприимная хозяйка Батина Гаджиевна усаживает нас за стол, заваривает ароматный чебрец и достает угощение. Это кладовая у меня. Там варенье, маренье, компоты, мапоты. Ну, по-старому это так базар здесь. Через несколько минут на столе появляется чай и сладости. Печенье, конфеты, варенье. Из моего огорода вот это. А что это? А, вот это груша, груша. Мы познакомились пять минут назад, но Батина Гаджиевна уже переживает, что не знала о нашем приходе и у нее не готов обед. Ну, я вам хинькал приготовил. Мясо у меня есть варенье. У нас сушеное. У нас вот такое мясо мы сушим. Вот. Видишь? Сушеное колбаса и мясо. Здесь, в аварском селе Чех, даже незваный гость – это дорогой гость. Я люблю гостей. Я люблю, кто приходит к нам. Мы гостей любимые. Такие короткие и теплые встречи придают особую изюминку вашему путешествию. Однако гостеприимство – не единственное, чем выделяется это высокогорное село. В Чехе ценится хорошее образование. При сравнительно небольшом населении отсюда родом десятки кандидатов и докторов наук. В основном естественных наук – это физики, доктора, профессура. И сельчане им по праву гордятся. А еще отсюда родом первый в истории пятикратный чемпион мира по вольной борьбе Али Алиев. Памятник спортсмену парадоксально соседствует с бюстом Сталину на фасаде сельского культурного центра. А мы отправляемся в гости к самому известному современному жителю Чеха. Это Заур Цахолов. С 2010 года он стремится возродить жизнь в родном селе через развитие туризма. Заур восстановил и продолжает реставрацию одного из самых красивых домов Чеха. Это многокомнатный особняк 1875 года постройки. Часть дома жилая, вторая половина стала колоритным гостевым домом. Этнодом на самом деле это дом, который может приехать любой желающий и остаться, окунуться в атмосферу быт местного народа, узнать традиции обычаи, от истории дома и до стояги неолита, кухни и всего прочего. С террасы П-образного дома открывается фантастический вид на расположенные ниже дома, на долину и горы. Одна из комнат этнодома превращена в краеведческий музей. Эти многочисленные артефакты были найдены в самом селе и окрестностях. В Чехе, увы, немало разрушенных или полуразрушенных домов. Но Чех – это село жилое. И вполне вероятно, что если вы приедете сюда через один или два года, эти дома уже будут восстановлены. Здесь будут жить люди, а может быть, будут принимать туристов. А вот рядом, на соседнем склоне, есть село, в которое жизнь, вероятно, уже не вернется. Впрочем, о будущем села Призрака мы еще поговорим, а по пути к Гамсутлю осмотрим удивительные чехские террасы. Это диковинный ландшафт, который сразу приковывает к себе внимание. Вы только представьте себе, каких усилий стоило создание этих террас во времена, когда у людей не было тяжелой техники. Мы не знаем, когда именно создавался этот прекрасный ландшафт, но ученые уверены, террасное земледелие на Кавказе появилось не менее 5000 лет назад. Сегодня эти террасы уже не используются по прямому назначению. В спаханных участках земли совсем немного. Тем не менее, здесь остались плодовые деревья. И, конечно же, эти земли используются как пастбища для большого поголовья домашнего скота. В средние века через Чех проходил караванный путь между Востоком и Западом. Здесь развивались ремесла и торговля. Однако жизнь в горах никогда не была простой. Здесь и сегодня нет супермаркетов. А столетия назад местные жители могли рассчитывать только на свои силы и свое хозяйство. По крутым склонам и сегодня бродят овцы, козы, лошади и коровы. И как только они умудряются не падать. Чехцы шутят, что у местных коров по одной стороне ноги короче для устойчивости на склоне. Зима в Дагестане бывает разная. В основном температуры плюсовые. Но погода может быстро меняться. Особенно в горах. Тут поневоле задумаешься о правильной обуви как для себя, так и для своего автомобиля. Год от года автомобильные шины становятся лучше. Надежнее, долговечнее, комфортнее. Но вместе с ростом мощности автомобилей и скорости движения растут и требования к шинам. Ошибка при выборе может дорогого стоить. По горным районам Дагестана мы едем на шипованных «Кордиант Сноукросс-2». В этих шинах применена новая схема о шиповке. В каждый момент в контакте с дорогой находятся не менее 10 шипов. Независимые тесты показали, что шины «Сноукросс-2» в разгонах и торможениях показывают результаты на уровне лучших из конкурентов, чья продукция может стоить вдвое дороже. Шины «Кордиант Сноукросс-2» уверенно едут и по снегу. Специальные снеговые карманы и боковые трехступенчатые грунтозацепы улучшают сцепление за снежной дорогой и облегчают выезд из глубокой снежной колеи. Важную роль играет особая рецептура резины «Сноукросс-2». В составе есть рапсовое масло и особый вид силики. Масло улучшает эластичность и расширяет диапазон рабочих температур. А силика позволяет эффективно отрабатывать микрорельеф дороги, повышая сцепление. Даже на самом проходимом автомобиле можно преодолеть лишь часть дороги до села Гамсутль. Дальше пешком, а летом можно на лошадях. От верхней точки, куда можно безопасно проехать на полноприводном кроссовере, до села Гамсутль около 2,5 километров пешком. При этом перепад высот составляет около 500 метров, так что путь будет не самым легким. Но бояться подъема не стоит, ведь в пути всегда можно остановиться, постоять, посмотреть на эту красоту, на горы и на парящих орлов. Лишь подойдя к последнему повороту горной тропы, путнику открывается вид на Гамсутль, стоящий фактически на вершине горы. Поселение, возраст которого оценивается в 2000 лет, оказалось покинутым фактически уже в наше время. Местные старцы рассказывают, что село начали покидать в 70-х годах еще. Кто-то говорит, что этому послужило, что смыло мост, через который снабжали продовольствием село. Для кого-то это было трудной жизнью условия, где нет автомобильной дороги. Автомобильная дорога была, но она была, конечно, очень опасной, и не каждый хотел сюда подниматься. Однако всегда находился кто-то, кто не допускал полного запустения в Гамсутле. До 2015 года здесь оставался последний житель по имени Абдул Жалил. Редких гостей он приглашал в дом и угощал медом со своей пасеки. А после него за дело взялся Заур. Гамсутль – это начало моего творческого пути развития туризма. Я понимал, что чок не быстро можно развивать в плане привлечения внимания туристов. А Гамсутль – вот он, как бы рядом. Сегодня Гамсутль стал одной из модных и посещаемых достопримечательностей Дагестана. Гиды привозят сюда туристов из Махачкалы и Дербента, а многие приезжают самостоятельно. В сезон, особенно праздничные дни, Гамсутра посещают несколько тысяч человек. Высокогорное село с узенькими тропками между полуразрушенными домами не готово к приему большого потока туристов. Это небезопасно для людей и разрушительно для зданий. А ведь ученым только предстоит изучить древние символы на стенах домов – арабскую вязь, византийские кресты и шестиконечные звезды. И тогда мы узнаем больше о прошлом этого аварского села. Этот дом принадлежит дедушке моей супруги. И мы решили из этого дома сделать такой дом-музей, чтобы каждый человек, который переедет в Гамсутль, он мог погрузиться в атмосферу, быть настоящего 150-х, 40-летнего Гамсутля и ознакомиться в очередь с историей этого уникального места. В загадочном Гамсутле мы закрываем первую главу нашего путешествия по Дагестану. Впереди нас ждут Даргинские и Лакские села в горных районах республики. И крупные города на побережье Каспия. Путешествуйте с нами, будет интересно.